Вулан-Удэ на пешеходном переходе сбили человека. В правительстве Бурятии наградили лучших сотрудников ЭКО-Альянса. Вулан-Удэ пройдет 26-й турнир по вольной борьбе Байкал-Оупен. Вулан-Удэ На этой же улице сегодня днем Ниссан выехал на встречную полосу, где врезался в Тойота Камри. Она по инерции ударила еще два автомобиля. Двухлетняя девочка из Бурятии, печень которой оказалась разрушена из-за отравления парацетамолом, скончалась в Москве. Врачи сделали все, что смогли, но организм не справился с осложнениями. Вулан-Удэ мошенники пытаются продать подделку под видом элитных духов. Ценник на них в разы ниже, чем в магазинах парфюмерии. А на вопрос, откуда туалетная вода, продавцы доверяют, что она украдена с магазина. В воскресенье вечером около 7 часов вечера в набережной к нам подошли двое молодых людей, примерно 22 года им было. Они очень торопились и чего-то ворялись. Постучались в окно машины и сказали, что у них есть оригинальные духи, но они крадены. Просили нас купить. Утверждали, что в магазине они стоят около 20 тысяч, но нам они готовы продать за 2-3 тысячи. Я думаю, им очень срочно нужны деньги. После отказа молодые люди начали нервничать и умолять купить. Очевидцы рассказывают, что подходили они почти ко всем машинам. Бывшего спикера Народного хурала Бурятии Цирен Даши Доржиева заключили под стражу. Напомним, что ему предъявлено обвинение в совершении двух преступлений по статье «Мошенничество». По данным следствия, Доржиев по предварительному сговору с другими фигурантами уголовного дела совершил хищение денежных средств в размере более 36 миллионов рублей. В Улан-Удэ продолжают конфисковывать автомобили у любителей пьяной езды за рулем. На этот раз в доход государства конфисковали внедорожник Lexus GX 470. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. В декабре 2022-го он вновь управлял автомобилем после употребления спиртного. На апрельской сессии Народного хурала депутаты намерены обсудить законопроект о региональном государственном контроле в области техсостояния и эксплуатации аттракционов. В настоящее время в Бурятии осуществляют деятельность в этой сфере более 100 предпринимателей. После прохождения обязательной сертификации своих объектов, будь то батуты или другие аттракционы, они получают заключение о годности к эксплуатации у региональных гостехнадзоров. А вот после того, как аттракцион допущен к эксплуатации, полномочий контролировать его работу законодательно нет ни у одного надзорного ведомства. В случае принятия республиканского закона о региональном государственном контроле в области технического состояния и эксплуатации аттракционов такая возможность появится. Это, безусловно, будет способствовать повышению уровня безопасности посетителей аттракционов. Двенадцатого апреля в Улан-Удэ пройдет региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Этот масштабный проект проходит под эгидой президентского нацпроекта «Демография». В культурно-спортивном комплексе Улан-Удэ представят свои вакансии более 60 предприятий республики. Работодатели предложат более тысячи вакансий в сферах промышленности, строительства, транспорта, сельского хозяйства и IT-отрасли. «На сегодняшний день самый большой дефицит кадров у нас зафиксирован в сфере промышленного производства. Здесь порядка 24% дефицит кадров. Также наряду с этим большой дефицит кадров у нас испытывает на сегодня и бюджетная сфера. Это прежде всего сферы образования и здравоохранения. Здесь дефицит кадров зафиксирован в районе 15%. Также на ярмарке вакансий более 20 образовательных организаций презентуют направление подготовки. Соискатели смогут узнать, как повысить свои профессиональные навыки. Будет даже дана возможность пройти переобучение по востребованной профессии. Кроме того, будут предложены варианты временного трудоустройства для школьников с 14 лет и студентов на летний период. Отметили лучших. Водителей, грузчиков и специалистов АК Альянса наградили в правительстве. Региональный оператор приступил к работе в 2019 году. За пять лет АК Альянс ликвидировал более 35 нестанкционированных свалок. Хочу выразить слова благодарности и признательности всем тем, кто обеспечивает чистоту и порядок на территории наших населенных пунктов. Хочется отметить, что компания АК Альянс постоянно усиливает свое материально-техническое обеспечение. Это уже наглядно видно на территории населенных пунктов всей республики. За время работы в Бурятии АК Альянс закупил более 30 единиц спецтехники для сбора ТКО. В прошлом году были хорошо реализованы, я считаю, мероприятия по уборке несанкционированных свалок в Кабанском районе. Я считаю, мы показали федеральному центру, что мы можем работать. И надеюсь, что федеральный центр будет и далее финансировать подобные мероприятия. Я считаю, неплохо отработали мероприятия по уборке побережья. Сотрудники АК Альянса благодарны руководству за комфортную атмосферу в коллективе. Они отмечают, что самое главное в любой организации – люди. Очень рада теплому коллективу. Коллектив дружный, все друг другу помогают. Несмотря на то, что всегда все заняты, очень много работы, все время шумиха. Куда ни зайдешь, в любой кабинет везде очень много людей, везде суета. Несмотря на это, всегда отзовутся, помогут. Могу сказать, что я работаю в замечательном коллективе, в замечательной компании. Что вам больше всего нравится в вашей работе? Азарт, достижение целей, доведение до потребителей информации. Потому что до сих пор большая масса потребителей действительно не видят нашу работу и считают, что не должны пользоваться нашими услугами, хотя негласно они пользуются. Директор Альянса Дмитрий Дружинин отметил, что предприятия были и достаточно сложные времена. Сейчас же ситуация намного лучше. Несмотря на это, огромную массу критики, особенно в первые годы работы, нам все-таки удалось ситуацию переломить, стабилизировать в целом работу предприятия. Но в первую очередь, это все-таки заслуга вас, заслуга коллектива. Уважаемые коллеги, с праздником. Еще раз всех поздравляю. Успехов. Компания «Ко-Альянс» намерена продолжать намеченный курс. Одна из важных целей – забота об экологии. Пилотный проект этого года – расстановка контейнеров для пластика по городу. Их закупили на собственные средства. Дарья Фоминани, Мараднаев, специально для телеканала «Мир Байкал». В Улан-Удэ стартовал месячник чистоты. Он продлится до 30 апреля. В течение месяца будут наводить порядок везде, в том числе на придомовых территориях. Будут организованы экологические десанты для очистки общественных территорий. Запланировано более 200 экологических акций во всех районах Улан-Удэ. 20 апреля пройдет общегородской субботник. В этот день можно будет бесплатно сдать мусор на полигоне микрорайона Вахмистрова. Горожане все могут сдавать бесплатно ботву, стекло, пластик, ну и другие все отходы, кроме строительного мусора. Главное условие, одно из условий сдачи бесплатного мусора, что с одних рог можно будет собирать не более трех кубометров мусора. В рамках месячника чистоты все организации будут проводить уборку на своих закрепленных территориях. Уже объявлена ежегодная акция «Город без покрышек». Определены временные места для сбора автопокрышек, которые в дальнейшем станут сырьем для производства безопасного резинового покрытия и плитки. В ближайшее время начнутся ремонтные работы на проспекте 50-летия Октября. Они будут вестись на нечетные стороне дороги. От пересечения проспекта с улицы Цивилева и до Комсомольской площади. Здесь заменят бордюрные камни, расширят остановки, выполнят устройство нового асфальтового покрытия и обустроят тротуары. Ремонт проходит в два этапа в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Чтобы минимизировать неудобства для горожан и автомобилистов, работы производятся поочередно по половине проезжей части. Вся основная работа будет вестись в ночное время, чтобы не перекрывать движение. С 12 по 13 апреля в физкультурно-спортивном комплексе «Улан-Удэ» состоится традиционный турнир по вольной борьбе «Байкал-Оупен». В 26 турнире примут участие более 200 спортсменов из регионов России. Подтвердили свое участие борцы Кыргызстана, Южной Кореи, Монголии и Белоруссии. Более того, наш турнир включен в международный календарь спортивных соревнований по вольной борьбе. Поэтому, безусловно, здесь была проделана большая работа. И большое спасибо Общероссийской Федерации спортивной борьбы, которые пошли нам навстречу и включили наш турнир в перечень турниров, по итогам которых предоставляется путевка на чемпионат России. Это, безусловно, вызовет дополнительный интерес и стимул у представителей регионов по спортивной борьбе. Сборная «Буретия» на турнире «Байкал-Оупен» выставит порядка 50 борцов во всех 10 весовых категориях. За первое место предусмотрен приз в 100 тысяч рублей, за второе – 70 тысяч, за третье – 50 тысяч. Для тренеров-чемпионов предусмотрена премия в размере 50 тысяч рублей. Редактор субтитров А.Семкин